Всем привет! Продолжаем наше меню. Сегодня четвертая часть. Напоминаю, что у нас четверо, двое взрослых и двое детей. Сегодня на завтрак у нас будут блинчики. Думаю, что блинчики умеют делать каждый, но я покажу свой вариант. Итак, я добавляю одно яйцо, соль, сахар и часть молока, не все. Затем добавляю сюда просеянную муку порциями и замешиваю такое достаточно густое тесто, как густая сметана. Это нужно для того, чтобы не было комочков в дальнейшем. Затем такое тесто будет проще разбавить до нужной нам жидкой консистенции. Я добавляю молоко и кипяток. Это мое прям любимое тесто, оно всегда получается и блинчики никогда не прилипают. В конце я добавляю растительное масло и выпекаю блинчики обычным способом. Всего у меня получилось 12 штук. Буду подавать их либо с джемом, либо со сгущенкой, либо со сметаной. Кому как нравится. На обед у нас будет полезный чечевичный суп-пюре. Здесь у меня чечевица зеленая, я ее залила холодной водой и буду варить 20 минут до готовности. Здесь у меня уже готовая зажарка, лук, морковь и чеснок и очищенный порезанный картофель. Чечевица у меня уже готова, она мягкая. Отправляю сюда картофель, добавляю немного кипяченой воды и также добавляю сюда соль по вкусу. Сюда же идет наша зажарка и оставляем вариться до готовности картофеля. Далее пробиваем все блендером погружным и наш суп-пюре готов. Не пугайтесь такого цвета, на самом деле это из-за того, что чечевица зеленая. Но на самом деле он очень вкусный и полезный. На полдник я приготовила вот такие вот сосиски в тесте, готовятся они очень просто и быстро. Здесь готовое слоеное тесто у меня дрожжевое и сосиски. Собственно все это заворачивается, выпекается и кушается. На ужин приготовим рыбку. Здесь у меня лук репчатый, я его вот так вот колечками порезала. Я предварительно смазала фольгу маслом, на лук выкладываю рыбу, у меня форель и буду присыпать вот такой вот приправой. Если приправы нет, можно просто посолить и поперчить по вкусу. Я с двух сторон приправляю, накрываю это все фольгой и отправляю в духовку на 190 градусов минут на 20. Не пересушите рыбку. А на гарнир отвариваю картофель, сделаю пюре. Вот такой ужин у меня получается, это пюре с рыбкой и также свежий огурчик. Всем приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч!